всем ребят привет с вами седой копатель и сегодня я вам покажу то что иногда меня взбешивает да и многих не только копателей но и местное население это является шурфологии ребят сегодня я покажу как нельзя копать шурфы тем более после себя такое безобразие оставлять сейчас я нахожусь на шурфе и как вы знаете когда я копаю один шурфы я всегда оставляю хорошие то есть что выкопал то и закопал да да ребята вы видите то что на самом деле я фундамент присыпал но зачастую когда мы копаем большими командами приезжают гости знакомимся на шурфах и они к сожалению эту традицию не соблюдает но я прошу их хотя бы присыпать то есть чтобы не было было бы котлована двухметрового ямы сплошной а чтобы хоть стены обрушивали чтобы через год уже стало достаточно неплохо особенно если шурфите в деревнях где еще есть люди и у них имеется скот овца козы бараны в общем все 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 вот эти эта живность может провалиться в эту ямку сломать ногу и как вы знаете если корову сломала ногу все это корову уже не корова ее просто на мясо вот ребят видите большое количество костей я не специалист дикие звери вон разнесли туда их вот фундамент шуфили наверное минимум 3-4 лет назад и видно здесь спускалась вот в этой ямке сломала ногу доползла до суда и последние сдыхания были у нее здесь а потом и звери наверное растащили вот и я к чему это видео записываю если вы шурфите присыпайте за собой или засыпайте полностью это будет вам вообще зачетно ну а сейчас я вам покажу то что но это уму непостижимо просто непостижимо так делать нельзя в общем приехали в местечко такой дверь древнючая 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 и тут вот такой вот шурфец и заложили как вам ямку с собой не закопали к сожалению не культурный короче тут метров 5 точный может больше вот лестница канат даже ломан не забрали и лопату оставили и как вы наверное уже поняли копают там неспроста в каждой деревне имеется легенда о старом кладе золото и серебра и это место поиска не исключение ищут здесь золотые кресты которые были спрятаны в подземном туннеле который связывал две старинные церкви копает эти ямы один человек преклонного возраста без металлоискателя глубина ям достигает 5 7 метров все это дико и смешно если бы но легенда гласит что было спрятано два золотых креста один весом в 3 килограмма другой 36 смеяться можно продолжать но один из крестов найден находки весом в 3 килограмма чистого золота был откопан три года назад поиски второго креста продолжаются и поныне к чему я все это говорю поиск сокровищ это всегда интересно и увлекательно но ничто не дороже самой жизни копать одному да еще под землей на 7 метров без каких-либо оборудований это сложно и главное опасно шурфить так нельзя присыпет там не останешься погребенный без имени это видео посвящается именно шурфологам которые шурфят фундаменты не оставляйте за собой котлованы до шурфы тяжко а еще потом с собой присыпать по себе знаю тяжело глушить далеко от населенных пунктов где не пасется домашний скот еще можно пренебречь засыпанием но вблизи с деревнями и пастбищами присыпать обязан вот именно этим видео я и хотел донести до вас закапывайте за собой ямки короче из того же места включения и тут вот у нас еще имеется вот такой вот шурфец смотрите вот березочки стоят опа прикиньте вот так вот люди копают я просто шоке число просто пипец это один фото вот так вот смотрите пипец и вот там я еще не ходил туда видимо тоже что-то тут просто так полиганец раскопан ну что ребята посмотрели безобразие полное я был шокирован да я понимаю что копают люди как бы хотят найти что-то именно ценное надо на нем нашли именно ценный золотой крест было конечно легенда никто и в нее не верил так что ладно все не поступайте так делайте правильное что-то Субтитры сделал DimaTorzok